Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова видео на проекте Родина Ролеплей, сегодня будет интересное, но разговорное видео, поэтому смотрите его от начала до конца. Сегодня мы поговорим про очень важную тему, а именно про глобальное обновление, и почему стоит начать играть на Родине прямо сейчас, я вам сейчас все расскажу, объясню, а вы потом будете для себя решать, играть вам на Родине начинать или нет. Начнем с того, что буквально 2 дня назад вышел пост в официальной группе Родины, то что глобальное обновление уже почти готово, и в честь того, что они задерживают глобальное обновление, было сделано x3 опыт получается, и x3 пополнение счета, то есть x3 донат. Также они показали 4 новых скриншота, но об этом я вам чуть позже покажу эти скриншоты, мы их подробно рассмотрим. Сейчас на заднем фоне вы будете видеть, что будет в глобальном обновлении, я специально задний фон сделал, чтобы вы понимали, что вообще будет в глобальном обновлении, когда оно выйдет. Какие вообще причины, чтобы сейчас начать играть на Родине? Во-первых, это глобальное обновление, это получается будет новая карта, новые системы, новый маппинг. Так сказать, будут кардинальные изменения, поэтому из-за этого уже стоит начать играть на Родине. Во-вторых, как мы знаем, в глобальном обновлении Южный уберут полностью, его не будет на карте, то есть его полностью уберут. Где вы видели проект, на котором полностью нету города Южного? Я считаю, это очень большой плюс пойти играть. Да, я понимаю то, что многие любят этот город, но пацаны, давайте будем реалистами. К РМП уже как-то все однообразное, и хочется чего-то нового. А если уберут полностью Южный, это реально будет очень круто. Возможно, вместо Южного какой-то будет другой остров, либо вообще там ничего не будет. Поэтому, пацаны, я считаю то, что это круто, и то, что уберут Южный, я честно не против. Потому что я хотел бы посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Бизнесы, получается, квартиры, все перенесут в другие места. В Эдова, в Латкарина, в Разомастом и так далее. Еще одна причина, чтобы начать играть на Родине, в любом случае, будут новые бизнесы и дома. То есть, вы сейчас можете начать играть, заработать там примерно 10 миллионов. И когда выйдет глобальное обновление, просто взять себе, оставить либо дом, либо бизнес, оставить его себе, либо перепродать. По-любому будут новые машины, потому что выйдет новый модпак. Вы сможете, допустим, на том же авторынке, словить машину и потом ее перепродать дороже. Либо так же само оставить себе. То есть, реально, начать играть на Родине очень большие плюсы. И я некоторые плюсы вам сказал. Также, я хотел бы обратиться к ютуберам, возможно, они меня смотрят. Возможно, вы там играете на других проектах. Я бы вам советовал тоже начать играть на Родине, потому что Родина, когда выпустил глобальное обновление, вокруг проекта будет очень много хайпа, знаете, ходить типа. По-любому, разработчики закажут очень хорошую рекламу у хороших ютуберов, от которых будет хороший профит. То есть, я уверен, что после глобального обновления, Родина очень поднимется по онлайну. И онлайн будет, как минимум, где-то 2500, я считаю. Родина уже обогнала по онлайну Амазинг, хотя Амазинг долго держался на втором месте по онлайну. Но сейчас на Родине играет на 300 человек стабильно больше, чем играет на Амазинге. То есть, допустим, на Амазинге онлайн 1400 днём, а на Родине онлайн 1700. А это ещё даже не вышло глобальное обновление, понимаете? Как только выйдет глобальное обновление, я уверен, что онлайн поднимется. Просто сейчас на Родине скучновато, конечно, играть. Но единственный плюс, это фармить деньги просто. Заниматься перепродажей, либо просто работать. Как бы это очень хорошо сейчас сделать, потому что у вас ещё есть время до глобального обновления накопить деньги. Я тоже планирую копить деньги, потому что у меня сейчас денег на Родине вообще нету. И мне бы тоже хотелось, когда выйдет глобальное обновление, купить себе хорошую новую машину, домик там. Возможно, бизнес. Я считаю то, что это будет очень круто, поэтому всем советую начать играть на Родине. У Родины на данный момент 4 сервера. Я играю именно на центральном округе. Это первый сервер, можете начать играть вместе со мной на ЦО. У меня там отбинка есть, я там часто провожу стримы 2 раза в неделю. Поэтому можете как бы начать играть именно на центральном округе, где играю я. Ну вот, в принципе, всё, что я вам хотел сказать. Давайте теперь посмотрим скриншоты новые, которые нам показали совсем недавно. Ну что ж, теперь давайте посмотрим скриншоты. Они реально свежие. Их выложили буквально 2 дня назад. На этих скриншотах я вам покажу просто новый маппинг. Всего 4 скриншота получаются. Я вам сейчас их покажу и просто выскажу своё мнение по этому поводу. Это, получается, у нас какой-то домик, который будет, скорее всего, находиться, я думаю, в Арзамасе. И он выглядит очень даже, пацаны, неплохо. Согласитесь? Вот такой красивый гаражик. Вот такие вот кирпичики. Ну, реально красиво выглядит, серьёзно. Я так понял, такой вход будет ещё, знаете, такая, можно сказать, маленькая веранда будет. Ну, реально прикольно выглядит. Вот что-что, но маппинг на Родине делают очень классно. Ихние дома мне и сейчас нравятся, но в Глобалке они будут ещё лучше. Следующий скриншот, я не знаю, где-то находится. Я вообще не понимаю, что это такое. Но, по-моему, это парк, возможно. Возможно, парк тоже в Арзамасе будет. Я точно не знаю, пацаны, но выглядит тот же прикольно. Ну, конечно, да, деревья, блин, к РМП, конечно, такие себе уёбищные. Но, что есть, пацаны, то есть, как бы лучше уже никак не сделать. Это нужно либо как-то на новый движок переходить, либо просто идти играть в GTA V, если вам нужны качественные текстуры, там, деревья и так далее. Но GTA V, честно, мне не нравится. Вот мне нравится только КРМП из-за того, что это родное. Там есть украинское, что-то русское. И это реально мне очень нравится. А вот, допустим, GTA V, сам ПМТА, это Америка. Америка мне не особо нравится. Не, в жизни не спорю. Я бы хотел жить в Америке, там, это круто. Но играть я хочу именно в России. Следующий скриншот, это, получается, место загрузки. Я так понял, это будет для дальнобойщиков. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но... Я думаю, почему-то, что это будет именно для дальнобойщиков. Тут написана схема движения грузового транспорта. То есть, ну, грузовой транспорт, это, скорее всего, именно фуры. То есть, возможно, будет работа дальнобойщика. Она и сейчас есть, но, возможно, она будет нормальная. Потому что сейчас дальнобойщики мне вообще не нравятся. Потому что это работа как разводчик продуктов. Ты возишь, получается, патроны в эмунацию и возишь топливо на заправку. Все. В этом заключается вся работа. Но было бы круто, если бы сделали новую систему дальнобойщиков. Чтобы именно рейсы возить. Как, допустим, на других проектах. Ну, вы прекрасно понимаете, о котором я говорю. Как бы было бы очень круто. Вот если бы Родина сделала бы классную систему дальнобойщиков, я уверен в том, что многие роки с Амазинга перешли бы на Родину. Потому что на Амазинге самое охуенное, это просто система дальнобойщиков. Вот и все. Там хорошо фармить деньги. Это интересно, ты там скилл качаешь. Если бы на Родине тоже бы сделали охуенную систему дальнобойщиков, я уверен в том, что многие роки с Амазинга перешли бы на Родину играть бы. Ну и последний скриншот, получается, это Аэрофлот. Летная школа. Как бы здесь толком, конечно, ни хрена не видно. Ну, просто красивое здание. Вот и все. Я больше ничего не могу сказать. Ну вот, пацаны, вот такое получилось видео. Теперь вы сами просто возьмите. Пересмотрите это видео, если вы ни хрена не поняли. Возможно, есть такие люди. Просто возьмите там, пересмотрите видосы именно про глобалку. Два видоса вышло на канале Arizona Games. Кому нужно, я могу ссылки скинуть, либо оставить в описании. То есть, ну, просто зайдите, посмотрите два видоса про глобальное обновление. Я вам на фоне как бы их показал, но вы можете их потом подробнее посмотреть. И просто для себя решите, хотите вы здесь играть или нет. Субтитры сделал DimaTorzok